Здравствуйте! Меня зовут Самойленка Наталья. Во всех своих сюжетах я говорю о здравом смысле и золотой середине. Все время призываю не кидаться в крайности и иногда сама себе кажусь очень умной. Но если честно, так было не всегда. Как и любого садовода, на которого неожиданно свалился загородный участок и огромный выбор не только растений, но и камня, мульчи, мафов и даже не побоюсь этого слова декора, болтала и кидала меня в разные стороны, словно малюсенькую лодочку посреди океана. Да и сейчас, чего уж скрывать, продолжает потряхивать, стоит только увлечься какой-нибудь новой темой. Сначала я зацикливалась на сортах, тщательно штудируя каталоги растений и перелопачивая интернет. Я выискивала описание сортов и пыталась запомнить, будет этот куст в высоту метр 10 или все-таки метр 20. Помню, как меня поразил Юрий Борисович Марковский, которого мы пригласили почитать лекцию о хвойных. И он, рассказывая об одном можжевельнике, небрежно обронил. Название этого сорта не помню. Да, это и не важно. Тогда мне продавцу садового центра его слова показались кощунством. Как это не важно? Это же Юниперус прокумбенс нано! Это же так важно! 5-7 сантиметров прироста в год. Спустя только 10 лет деятельности в области растений и садоводства, я поняла, что он был прав. В большинстве случаев это действительно не важно. Глядя на то или иное растение в садовом центре, вы в первую очередь обращаете внимание на вид растения. Именно вид говорит о зимостойкости, требованиях к освещению и плодородии почвы. Сорт об этом не говорит. Сорт служит лишь описанием внешних параметров. Итоговая величина, форма габитуса, скорость роста, окраска листьев или хвои. Но эти параметры вы можете в большинстве случаев определить и сами, если внимательно присмотритесь к растению. Обратите внимание на размер прошлогоднего прироста, на размер и окраску листа или хвои. И уверена, вы сможете понять, как быстро вырастет ваш будущий любимец. Насколько он устойчив к солнечным весенним ожогам и так далее. Например, чем толще хвоя, тем растение меньше подвержено солнечным ожогам. Ведь запасов влаги в ней больше. Растение с желтой и голубой окраской предпочтительнее высаживать на солнечном месте. Ну и так далее. Конечно, знать сорта и разбираться в них нужно. Но важнее разбираться в агротехнике и видовом разнообразии. Прошло еще немного времени, и меня кинуло в увлечение карликовыми сортами. Это и понятно. Со временем растения на участках у наших клиентков разрослись настолько, что впору хозяевам научиться летать. И опять же, через какое-то время пришло понимание, что чем более карликовое растение, тем больше внимания оно к себе требует. Не стоит сад делать целиком из карликов, из суперкарликов. Они должны быть, но их должно быть немного. Карликовые растения – это словно драгоценные камни в вашем доме. Бриллианты, сапфиры, изумруды. Хорошо, когда они есть. Но чем их больше, тем менее ценными они для вас становятся. И превращают ваш дом в крановитую палату. Если карликовых растений много, то ваш сад превращается в коллекционный. Это интересная форма сада. В ней нет ничего плохого. Но решение создавать коллекционный сад должно быть осознанным. Я, например, коллекционер по натуре и понимаю, какой кайф получается садовод, когда ему удается добыть новый сорт пихты или пиона. Но вопрос – коллекционер ли вы? Если вы не планируете собирать коллекции, то пару-тройки карликов будет достаточно. Вам просто нужно научиться стричь и обрезать свои растения, ограничивая и постоянно возвращая их в границы, которые вы им выделили, а не они сами того захотели. Был еще период, когда меня потянуло в регулярные сады. Уж не знаю, то ли Петергоф на меня так подействовал, то ли я просто освоила кусторез. Но стриженные изгороди, бордюры и лабиринты стали моей навязчивой идеей. На короткое время я забыла, что регулярный сад хорош, если есть садовник, который все время его поддерживает. Что он хорош, если площадь участка 25 соток. Или если это не основная резиденция, а место, куда приезжают лишь изредка. Или устраивают там приемы. Элементы регулярных садов – да, но полностью регулярный сад только в том случае, если он соответствует вашему мировоззрению и является продолжением вашего характера. То же касается и пейзажного сада. Если у вас есть потребность в вечерних прогулках, созерцании, и опять же позволяет площадь, то такой сад вам подойдет. Если же вы ограничены 6-10 сотками, то вполне можно обойтись некоторыми элементами, позаимствованными из пейзажного стиля. Например, свободно растущие изгороди, группы из сирени или гортензии. Болтало меня долго. То я признавала лишь хвойные сады. Потом, увидев, насколько они мрачны в зимний период и скучны в летние месяцы, меня потянуло в лиственную тематику. Было время, когда я полностью отрицала светники и презирала летники. Затем пришло понимание их красоты и необходимости на участке. Теперь я жалею об упущенном времени и стараюсь наверстать упущенное, постепенно закрывая белые пятна в своем образовании. А белых пятен там много. Только сейчас, спустя столько лет, я пришла к тому, что красивы не только роза, пихта, хост или пион. Я, наконец, заметила, как прекрасен шиповник. Увидела, насколько неповторимы дикоросы, которые многие считают сорняками. Только сейчас я задумалась, что, наверное, и им должно найтись место в наших садах. Помню, у нас был клиент. И у него был шикарный сад. Дорогие редкие растения, пафосный пруд с золотыми рыбками, много стриженных изгородей. В общем, сад можно было назвать образцовым. А в самом дальнем уголке, в местечке, скрытом от посторонних глаз, у него рос кустик пижмы, заботливо привязанный к палочке, чтобы не сломался. Совсем крохотный кусочек земли был отдан нитевидной Беронике, а маленький уютный уголок – рогатой фиалки. На крохотной полянке стеснительно трепетала обычная лесная ветренница и выглядывала голубоглазая печеночница. А мы тайком посмеивались над ним и считали его чудаком. Надо же, сырники выращивает. А однажды, случайно, я не доглядела, и новая сотрудница выпалывала эти сокровища. Когда он это увидел, он не кричал. Нет. Но вид у него был такой, будто он потерял что-то очень важное и ценное. Друга, что ли? Тогда я была молода и глупа. Мы на следующий день поехали и накопали ему все, что накануне выпалывали. Восстановили все, как было. Сейчас я бы поступила по-другому. Мы посадили бы много пижмы, и ее не надо было привязывать к палочке. Она сама бы держала себя. Сделали бы поляну из рогатой фиалки. Нашли бы место для ветренницы. Расщелины в камнях и швы в мощении отдали бы нитевидной Веронике. Этим мы бы не испортили сад. Нет. Мы бы не обесценили дорогое мощение, шикарные деревья и прилизанные изгороди. Все это осталось бы. Но сад стал бы другим. Более родным, что ли? За 18 лет много воды утекло. И не сразу пришло понимание, что сад должен быть не просто красивой модной картинкой, которая открывается сразу. И, возможно, даже вызывает мгновенное восхищение. Такое «ах». На самом деле, любое растение само по себе уже прекрасно. А если растения гармонично скомпонованы в цветники и массивы, ухожены и выглядят здоровыми, то это чудесно вдвойне. Сад должен создаваться как продолжение дома. Его характер должен соответствовать характеру, привычку и стиле жизни хозяев. А разве это можно подогнать под какой-то стиль? Разве мы с вами такие уж однозначные? Неа. Где-то мы мягкие, где-то деспоты. Иногда молчаливые. Иногда убавить бы громкость. Так же и сад. Он меняется с течением времени, отражая изменения во взглядах и пристрастиях своих хозяев. В нем могут быть совершенно разные уголки. Возможно, позаимствованные из разных стилей или даже эпох. Но гармоничный сад станет, если вся мозаика сложится, в одну прекрасную картину. Одна общая идея объединит и входную зону в классическом стиле, и романтический приватный уголок, и лиричный берег пруда. Одно плавно перетекает в другое и является продолжением третьего. Тогда сад обретает свой особый неповторимый характер. Он становится волшебным миром, в который хочется поскорее вернуться, в котором вы обретаете и внутренний покой, и душевную гармонию. И я искренне желаю вам такого сада. Ну, на этом все. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...